Видео снимается специально для канала все о стиральных машинах и бытовой технике. Всем привет! Сегодня поговорим на тему, как настроить часы на духовом шкафу. Устанавливаем правильное время. В общем-то, это очень полезная функция, если у вас есть часы на шкафу, есть таймер, как у меня, например, то вы, устанавливая какую-то программу, когда готовите, можете сразу увидеть не только время, сколько будет готовиться продукт, но и сразу время окончания программы. То есть, вы будете знать, что уже в половине второго будет готово блюдо. Очень удобные функции. И, кроме этого, это просто удобно иметь часы. У нас в доме не так много часов, и нам приятно, что есть возможность увидеть на экране большой циферблат с часами, крупные цифры, по которым можно всегда идентифицировать, сколько у нас времени. Поэтому часы у нас достаточно полезная. Опция на плите. Моя плита, кстати, марки вот такой, вот, Zygmunt Mnstein, просто для справки. Вот, кстати, часы появились. Вот так вот выглядят у нас часы. Дата тут тоже у нас написана, поэтому, в общем-то, очень удобный параметр. Как их переустановить? Вот переходим в режим выбора у нас опций, нажимаем на настройки, и сразу он нам предлагает установки даты-время, язык. Ну, выбираем дату-время. Здесь мы можем сразу поменять часы. То есть у нас доступны такие стрелочки, по которым мы можем поставить меньше минут, больше минут. У меня установлено время правильно, поэтому я просто пощелкаю, чтобы показать, как это выглядит. После изменения нажимаем ОК, и, в общем-то, у нас параметры уже вступают в силу, и параметры у нас меняются. Что еще хотела сказать, если у вас, у политы есть такая опция, как вставить батарейку для того, чтобы часы не сбивались, это тоже очень полезно, потому что, вот, например, у меня такой момент есть, что у меня вставлена батарейка, и в таком случае, когда отключают электричество, у меня часы не сбиваются. То есть после того, как отключается электричество, обычно у пользователей сбиваются часы, как и все настройки, но у меня все они сохраняются, и часы у меня включаются на том же времени, на котором было остановлено время. В общем-то, я рекомендую всем, как свою плиту, так и быть внимательным к часам, но все-таки особенно им не доверять, и если вы устанавливаете таймер, старайтесь не уходить далеко из дома, старайтесь все равно контролировать приготовление блюда, потому что даже если мы уже готовили это блюдо ранее, все равно может что-то пойти не так, и, в общем-то, таймер нам не поможет, если блюдо начнет убегать, или если что-то пойдет не так в духовке, здесь поможет только наш личный контроль. Но, в целом, время, установленное на духовом шкафу, это полезная опция, благодаря которой мы можем дать себе немножко больше свободы, немножко освободить свои руки. Я надеюсь, что видео было вам полезно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всего хорошего. Всем пока! И видео принадлежит каналу все о стиральных машинах и бытовой технике.